У Татьяны Турцевой путь в донорство начался около семи лет назад, когда на предприятие, где она работает, впервые приехала выездная бригада станции переливания крови. Страха, говорит, не было. Сомнений, надо ли это, тоже. Попробовала и с тех пор регулярно сдавала кровь. До беременности, потом перерыв. У меня ребенок родился с пороком сердца, и нам необходима, требовалась операция. Мы в научном центре здоровья детей в Москве оперировались в 6 месяцев. И после этого как-то для себя даже я поняла, что это не то, что мое призвание, а это порыв души, что я хочу все-таки помогать. Когда нам поможет, в общем-то понадобится помощь, то, наверное, кто-то также придет и сдаст кровь. Теперь Татьяна – постоянный участник акции «Связанной одной кровью», которая по инициативе члена общественной палаты Сабины Забировой в Ленинском городском округе стартовала осенью прошлого года. Сабина – врач, работает в онкологическом центре имени Блохина. Необходимость привлечения новых доноров возникла из-за пандемии коронавируса. К сожалению, к нам перестали ходить доноры крови. Наши запасы достигли критического уровня. Мы не смогли брать на операцию огромное количество людей, поскольку не было подстраховки. И, собственно говоря, это и послужило выпусковым механизмом к тому, чтобы организовать и, собственно говоря, начать поиски потенциальных доноров. Создали донорский чат, к которому за несколько дней присоединилось порядка 150 жителей муниципалитета. Отобрали тех, кто по медицинским показателям имеет возможность быть донором. Во-первых, ему должно быть 18 лет. У него должен быть паспорт гражданина Российской Федерации. Его масса тела должна превышать 50 килограмм. Это первое, на что внимание обращает, собственно говоря, врач отделения переливания крови. У него не должно быть заболеваний крови инфекционных, таких как ВИЧ, гепатит, СПИД. Для удобства пациентов кровь для анализа берут в центре Блохина непосредственно перед началом процедуры донорства. Этот момент оказался ключевым для новобранца Юлии Макаровой. Акция связана одной кровью. Для нее стало входным билетом в Содружество доноров. Зерно какое-то уже было, видимо, в этой почве. Ну, может быть, потому что родители медики. Видимо, это и ощущение, осознание того, что моя кровь, это, скажем так, с одной стороны, это какая-то большая ценность для тех, кому она действительно нужна. А для меня это просто кровь, которая у меня есть, которую я могу отдать безвозмездно. Процесс не бесплатный. За каждую сдачу предусмотрено денежное вознаграждение, но пациент вправе от него отказаться. Также дают деньги на обед, отгул на работе и дополнительный день к отпуску. Опытные доноры уверены, заразиться чем-либо во время сдачи крови в центре Блохина невозможно. Все абсолютно стерильно, поэтому если у вас есть внутренний порыв поделиться своей кровью или плазмой с тонкобольными детьми, смело присоединяйтесь к акции, связанной одной кровью. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ.